Хотите ноги и ягодицы, как у фотомоделей? Сегодня специальный комплекс по своей методике покажет и расскажет о нем удивительная красавица, первая вице-мисселенная Олеся Стефанко. Встречайте! Здравствуй, Олесенька! Добрый день, Надя! Рада тебя видеть! Красунья Олеся Стефанко 2011 года завоевала титул Мисс Украина, а на конкурсе красы Мисс Всесвит 2011 черевная украинка посела второе место, то есть стала первой вице-мисс Всесвит. Таких высот не достигала еще одна украинка. Олеся точно знает, что победители конкурсов красы не народжаются, а встают благодаря работе над собой. Продолжение украинской миссии родилась в небольшом селе Коломейского района Ивано-Франківской области в родине слюсаря-ремонтника. Она училась в Одесской юридической академии, где впервые и взяла участь в конкурсе красы. Олеся дивует всех не только своей красой, а еще и скромностью. С скромной девочкой не тяжело вытягивать секрет красы и стронкости. И только для глядачей все будет хорошо. Одна из самых красивых украинок поделится своим секретным комплексом прав, который помогает ей завоевать титул первой вице-мисс Всесвит. Ты такая стройняшка, что кажется, наверное, из спортзалов не выходишь никогда. Периодично бывает в спортзале, и не нужно каждого дня, достаточно три раза в тиждень. Ну вот этот комплекс, который ты придумала для себя, каким образом он поможет всем нам иметь стройную фигуру, а главное подтянуть попу и бедрышки? Секрет этого комплекса заключается в том, что каждое вправо нужно выполнить в три подхода и повторить столько раз, столько возможно. Я рекомендую затрачать, какомога больше энергии, и когда мы выполним остальное вправо, мы уже должны быть на меже своих сил. О, то есть это серьезный, тяжелый комплекс, правда? Ну, я не скажу, что это важкий комплекс, это всего-навсего пять вправ, которые допоможут держать всегда м'язы, ног и седниц в тонусе. А кто придумал для тебя эти упражнения? Или ты сама открыла вот этот комплекс для себя? Эти вправы придумал для меня мой тренер, и они для меня выявились наибольшие эффективными. То есть в любом случае нужно выполнить три подхода и рассчитать свои силы таким образом, чтобы каждое из упражнений мы смогли сделать минимум по пять раз в каждый подход, да? Да, минимально. Может быть, кому-то все-таки нельзя делать эти упражнения? Если у вас есть какие-то проблемы с сердцем или другие проблемы, то, конечно, нужно сначала проконсультироваться с вашим лекарем. Ну, раз у нас таких проблем нет, то мы прямо сейчас начнем. И я смотрю, что нам, кроме коврика, то есть небольшого количества места, понадобится еще стул для этих упражнений. Да, это для остальной вправы. И гантели. Да, мы берем в руки гантельки. А какой вес гантелей лучше, Олесь? Я использую 8-9 килограмм, но у нас есть по 2,5. 8 килограммов? Ты берешь гантели? Да. Так, все понятно. Тебе нужно подальше держаться. Ну, основной принцип выполнения вправ – это нужно поддерживать напряжение в спине. При этом грудную клетку мы расправляем, насколько это возможно. Но и пресс при этом немного напрягается. Да, пресс также мы напряжем. И отводим назад таз. При этом ноги ставим широко. Руки ставим перед собой. И начинаем опускание. При этом важно все же таки не опускаться вперед, а трошки отводить тело назад. А, мы приседаем, да? Да, приседаем. Как ты дышишь? Дыхать нужно тогда, когда скорочится мязо. То есть нужно выдыхать, когда мы приседаем, и выдыхать, когда мы поправляемся. Медленно нужно делать упражнение или стараться? Да, в каждом направлении нужно работать очень спокойно. И нужно следовать за правильностью выполнения. Итак, мы сделали пять раз. А второй и третий подход когда делать? Сразу же или несколько секунд отдохнуть? Не нужно сначала отдохнуть приблизительно секунду. Одну секундочку? Да. То есть только отдохнуть, и уже второй подход. Потому что, как правило, когда ты отдохаешь больше двух секунд, тебе уже потом не хочется это делать. То есть фактически, Олесечка, это без перерыва получается. Так, без перерыва. А наступная вправа – это выпады. Мы будем делать комбинованные выпады, и я покажу три варианта выпадов. Кожен сможет выбрать для себя, который подходит лучше, и можно каждого дня делать новый. Чтобы не скучно было. Конечно. Значит, первые выпады – это выпады назад. А на основном – это держать под кутом 90 градусов ногу, которую мы сгинаем. Начинаем. Так, начинаем с правой ноги. Можно сразу же вбить левую. То есть ноги меняем, да? Да. Далее мы можем делать выпады вперед. Так же. То есть в одном подходе. Да. Делаешь первое назад, потом вперед. Так. И так же можно делать выпады в бок. И тоже по пять раз. То есть мы можем сделать в три подхода. Первый подход вперед, второй подход назад и третий подход в сторону. Ну, это довольно тяжелое, я бы сказала, упражнение. Особенно с учетом того, что у нас есть утяжелители. Поэтому мне уже нужно немножко отдохнуть. А ты расскажи, пожалуйста, о конкурсе «Мисс Вселенная», в котором ты участвовала в 2011 году. Как там за кулисами? Конечно, больше всего это нас интересует. Потому что фасад, ну вот то, что происходит на сцене, мы видели. Это было необыкновенно красиво. И ты была самая лучшая. Дякую. Насправді за кулисами конкурса, попроси мою очікування, я не відчула ніяких пакостей с боку конкурсантов. Так. Хоча біля мене завжди була валіза с ключиком, замочком, який я тримала ті речи, які мне необхідны для виступу. Ты вещи носила под замком? Ну, звичайно, я боялась, що може виникнути ситуація, в якій я не зможу одягти платье. Ну, испортить тебе наряд. Слушай, ну, такие ситуации вообще бывают? Или в том конкурсе, где ты участвовала, так и не произошло ничего подобного ни с кем? На счастье, так и ничего не відбулося. Неужели такие все добрые красавицы были? Ну, я не скажу, что такие все добрые. Почувалась конкуренція, серьезная конкуренція, тому що кожна конкурсантка приїжджає з цілями на перемогу. А їду ти тоже з собою під замком носила? Ні, їжа була, от їжа мене здобувала, тому що дієтичного їжі там не було. А була досить пашка, жирна їжа. Це провокация, щоб ви поправились во время конкурсу. Провокация, да, і було дуже багато десертів. А чим ти питалась? Ну, були, звичайно, також овачі, фрукти, якими, в принципі, майже місяць я і харчувалась. Давай вспомним о том, що ми все-таки спортом займаємося. Следующее упражнення, третье в комплексі от Олеси Стефанко. Що це за упражнення? Я його називаю ластівкою. Красиво. Нам потрібно відірвати одну ногу від підлоги і почати нахили вперед, до того, поки наше тіло стане паралельно підлозі. А руки? А руки просто ми опускаємо. Так, це правильно. І так ми повторюємо знову ж таки п'ять разів на одній носі і п'ять разів на іншій. І опорну ногу можна чуть-чуть сгибати, да? Чтобы держати равновесие? Да, звичайно. Ну, здесь опять напрягаються полностью ноги. Минимум пять раз. Олесь, ну, признайся, ти вже по скільки раз повторяєш? Минимум 15. Уже по 15. Ну, інколо 10. І теж по три підходи робиш, да? Так, обов'язково. І на втору ногу теж сделали. Так, хорошо. Чувствую, що вже все мышці прогрелись, напряглись і даже я немного устала. Следующее упражнення. Наступна моя улюблена вправа – це румынська тяга. Румынська тяга? Какое необычное названня? Там вправо румынська тяга. А для цього нам потрібно поставити ноги на ширині плечей. Гантельки вздовж тіла. І ми виконуємо нахили тілом вперед. При цьому потрібно пам'ятати, звичайно, про напруження в спині. А руки? А руки вздовж ніг. Попускаються також з тілом вниз. Угу. Починаю. Руки движутся вдоль ног, да? Так. І звичайно, можна трошки згинути коліна. Так буде легше. Звичайно, для того, щоб почувствувати сильну нагрузку, можна взяти гантели потяжелі. Ну, Олеся сказала, що она берет по 8 кг. Так. Для румынської тяги я беру максимальну вагу. Настільки, стільки можу втримати, тому що ця вправа, она найбільш ефективна, коли вага досить велика. Ми сделали уже 4 упражнения, значить нам остається одно завершающе. Простання наше вправо. Ми будемо виконувати на підлозі. С гантелями? Так. Ну, можна, до речі, с гантельками виконувати. С однією гантельку. Якщо ми хочемо ускладнити, я зараз покажу, як. Так, давай. Для цього ми лягаємо на коврик. Ноги ми ставимо на наш стілець. О, не дуже він високий. Ну, трошки високий. Я б радила, можливо, на сходинку ставити або на диван. Должен бути прямий угол, наверное. Так, піднімаємо наш таз вгору, стараючись з'єднати тіло з колінами в одну прямую лінію. Якщо ми хочемо трошки ускладнити, можемо поставити собі наш гантельку. Так. Тобто, що ми напрягаємо більше заднюю поверхність бідер і ягодиці. Так. Ну, це ще один вид упражнений, который дуже любить певица Мадонна. Тільки вона не ставить ноги высоко на стул, а на полу їх оставляє. Ну, це більш легке. Легка вправа, якщо на підлозі тримати ноги. Угу. Тобто, в цьому комплексі все максимально тяжело. І ми зробимо п'ять раз, але можна зробити більше. Отлично. А, Ліс, будь в твоїй житні ще конкурс краси? Як ти вважаєш? Ні, це був останній мій конкурс краси. Тому що я вважаю, що потрібно підніматися з найнижчого до найвищого. Це був найпрестижніший конкурс. Далі вже нема куди підніматися. Действительно. Давайте і ми будем стройними і красивими, в тому числе і благодаря упражненням, які ми сьогодні разучили. Спасибо огромное. Привет, Ютуб! Тепер ми с вами будем видеться і здесь. Якщо вам понравилось наше видео, то оставляйте свої коментарії. А для тех, хто мечтає о красивій фигурі, внизу появилась кнопочка «Подписаться». Так що нажимайте її і будьте первим, хто получит видео і стане стройнією вместе з нами.